Срочные, срочные новости! Все жители на планете Земля резко начали засыпать. Ведётся следствие. Но мамины эксперты утверждают, что всему виной игра под названием Красная сова. Что-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Йойч Криспаная, помните, полгода назад была популярна игра во Вконтакте под названием Синий Китажопс? Так вот, некоторые блогеры по-прежнему продолжают елозить подобную тему, но только чтобы хоть как-то подогреть интерес к своим роликам, они придумали новое название суицидальной игрушки. Теперь олицетворять загробный мир будет, внимание, красная сова. Да, то есть по мнению ютуберов, которые продолжают кого-то там ловить на камеру, вычислять кураторов, подставлять свою задницу ради переписок, прикрываясь тем, что они же помогают своим зрителям не играть в эти игры. Словосочетание красная сова должно быть нечто ужасным и пугающим. Уже вижу, как во всех зоопарках страны совы достают заточки и ножи. Совы у нас теперь, это не просто крылатые, а целая подпольная ОПГ. Как ниггеры в ЛА, только это совы в лесу. Дуют косяки, тусят в клубах и читают ганста рэп с пистолетом в руках, пугая лесных обитателей. Если синий кита жопс хотя бы олицетворял отвержение и депрессию, то что может олицетворять красная сова? Что, скажите мне? Да максимум, с чем у меня ассоциируется совушка, так это письма из Хогвартса. Ну а чтобы хоть как-то добавить нотку ужаса, могу предположить, что вместо приглашения в школу магии, тебе придет повестка из военкомата. Шутки шутками, но это правда тупо. Если уж хочешь что-то придумать устрашающее, так пошевели головой, а не к первому попавшемуся слову «добавляй красный цвет». Совушка значит, да? Окей, тогда ждем с продолжения. Я тут вариантиков накидал, думаю обязательно пригодится. Собачка Ганнибал, енот Чикатило, медведь Сосулапович, мартышка Красный Банан, муравей Качок, ну и последняя Куриная Ножка. Гребанный набор слов, я согласен, но чем мои варианты хуже красной совы? Вернемся к игре. Суть, которой как бы не существует, очень проста. Тебе пишут и, думаете, дают какие-то задания? Хер его. Точнее, я даже в душе не грибу. Я попытался найти в сети хоть какую-то инфу и не нашел. Все, что удалось отыскать, это порядка 20 видосов от 3-4 блогеров. И мне кажется, что просто кто-то из них начал заниматься этой херней, а двое или трое остальных просто подхватили. Это ведь хайп. Ну да, кто бы еще говорил, за хайп как не я. Я на этом не остановился, начал пересматривать все эти видосы и в одном из них, якобы, куратор дал задание жертве. Знаете какое? Не спать 12 дней. Понимаете теперь, да, почему игра называется Красная Сова? Сова ночью не спит, красная, потому что ассоциируется с кровью. Надо готово читать. А после, вознаграждение. Тебя будет ждать подарок под дверью, который ты захочешь. Естественно, адрес, якобы, куратор узнает через фейковую ссылку, где стоит чек IP-адреса. Ммм, у меня в голове сейчас такое огромное количество вопросов, я просто никому их даже не могу задать. Дайте мне сейчас кофе, шарфик, поставьте окна и я превращусь в винишкотян, которая будет думать о бытие. Я буду честен. Это говно название Красная Сова, это говно задание не спать 12 часов, полнейший тупизм. Кстати, я вот как оказывается уже лет так 5, как выполняю задание Красной Совы, но подарка почему-то нет, где он? Где мать его подарок под дверью? Ведь мои соседи те еще совы, которые каждую ночь начинают жить на полную катушку. Мне кажется, что они следят, когда я ложусь спать и как только слышат, что я выключил свет, начинают устраивать пати. Я не буду в этом ролике вам говорить, не играйте в это, это испортит вашу жизнь, кураторы вас только пугают, успокойтесь и живите. Нет, я лишь скажу, что те, кто в это говно верят, полнейшие кретины. Вот и все. Зато есть блогеры, которые ради хайпа сами себе что-то придумывают и теперь, как в голливудских фильмах, как настоящие супергерои вылавливают якобы кураторов. Говно какое-то. Раньше было модно делать постановы во время съемки пранков, теперь же стало модно снимать подставные погони за кураторами. Раньше было модно блогерам лезть в рэп, теперь блогеры лезут в киноиндустрию со своими сверхневероятными документальными кадрами. Но вот только актерская игра такова, что даже Ди Каприо бы не выдержал и отдал бы свой желанный Оскар в параллельной вселенной. Так, стоп, с***, иди сюда! Стой, с***, стой, сказал, я сейчас стрелять буду! Стой! То, что они придумывают игру, а потом делают по 10 роликов о том, как они играют в нее. При этом каждый раз напоминаю, что такая игра очень вредна, будьте аккуратны, не играйте в нее. Серьезно? 10 роликов за неделю, а красная совеет и говорит, чтобы никто не играл? Вы хоть вообще включите мозг-то? Окей, ладно, быть может это правда, я могу быть не прав. Есть некая каста, которая придумала эту игру, но тогда вопрос. Почему людям так нравится пугать самих себя? Почему нельзя забить болт на эти школьные разводы? Почему нельзя заняться чем-то хорошим? В мире ведь столько всего интересного, столько чувств можно испытать. Любовь, счастье, нет же! Складывается ощущение, что каждого, кто стоит перед выбором, бьют током, чтобы он сделал неправильное решение. Подведу итог. Никакой игры не существует. Ее придумали те, кто когда-то выехал на игре Синий Кита Жоп. То есть блогеры, которые снимали постановы, где якобы ловили кураторов и переписывались с ними. В неделю они выпускают по 10 роликов об этой игре. И все это сводится к тому, что выдуманную игру начнут подхватывать другие блогеры. Которые тоже якобы нашли куратора. Я кстати тоже это подхватил, но вместо того, чтобы говорить, что да, это страшно. Я скажу вам правду, это говно, а не игра. И креаторы, которые пытаются на этом выехать, прикрываясь фразами. Мы это делаем, чтобы вам помочь и обезопасить любимые подписчики. Сказочники! Ух, как-то так. Криспаны и просто зрители, которые наткнулись на этот ролик. Если вы согласны с моим мнением, то можете влепить лайкозавра под этим роликом. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Кто-то может верить, может кто-то не верит, а может кто-то вообще ничего не делает в этом мире, как я. Смотрите также предыдущие видосы, они появились на экранчике. Ну и за кнопочку на подписку не забывайте. До завтра. И не стоит всегда верить ютуберам. Даже мне.